Продолжение следует... 22% всех опрошенных спортсменов считают, что выход из спорта стал для них самым кризисным периодом в жизни. Для того, чтобы спортсмен-чемпион как можно быстрее адаптировался к работе тренером, мы проводим мастер-классы по разным видам спорта. Наши образовательные курсы для спортсменов проводятся в спортивных учреждениях, вузах и учебно-тренировочных базах, куда привлекаются федеральные спикеры и практики, затрагивающие самые интересные темы для саморазвития и дают возможность предупредить проблему адаптации спортсменов. Ввиду высокой социальной направленности проекта «Школа чемпионов», создание условий и развитие адаптивного спорта является неотъемлемой частью проекта. Первая попытка, она, как говорится, всегда самая тяжелая, потому что попробовать новые ощущения, новые эмоции, совладать со своими движениями, а дальше уже будет гораздо проще. Команда «Школа чемпионов» убеждена в том, что спортсмены-чемпионы являются гордостью нашей страны, и мы просто обязаны сохранить и передать их методики и знания. Мы помогаем спортсмену открыть свою собственную школу или спортивный клуб, названный его именем. Который должен работать в единой концепции с другими клубами «Школа чемпионов», что позволит максимально качественно реализовать и развивать проект. В клубах организован качественный индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом их особенностей физического и психологического развития, начиная с 4 лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проект «Школа чемпионов» это большие возможности и новый кластер развития российского спорта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, дорогие наши сегодняшние участники мастер-класса. Меня зовут Лобушева Екатерина, я являюсь руководителем проекта «Школа чемпионов». А сегодня у нас самая замечательная и обаятельная фигуристка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, которая сегодня с нами проведет мастер-класс, покажет вам много различных интересных упражнений, которые вы можете использовать дальше в подготовке своей. И, конечно же, в заключении нашего мастер-класса вы будете писать нам интересные вопросы, и Екатерина с удовольствием на них ответит. Если вы все готовы, включаем наше видео, все покажитесь нам, кто у нас подсоединился сегодня. Я знаю, что сегодня много регионов с нами. У нас из Архангельска дети, с Камчатки, с Красноярска, Москва, Московская область. Хорошо. Ребята, я рада вам представить нашу замечательную, самую обаятельную, с великолепной улыбкой, олимпийскую чемпионку Екатерину Боброву. Очень целый год. Всем привет, я так рада вас всех видеть. Всем доброе утро, добрый вечер. Опять же, у всех такие разные пояса, но все-таки мы вместе, и это очень здорово. Как меня уже представила, Екатерина, меня тоже зовут Екатерина Боброва, и олимпийская чемпионка по фигурному катанию. И сегодняшний мастер-класс на полу, не на льду, но тоже неплохо проведу я вместе с вами. Попробуйте, пожалуйста, ребят, сделать так, чтобы у вас было место, где будете заниматься, потому что мы будем прыгать, и у нас будет разминка, и разные упражнения будем делать, чтобы у вас было место, где вы это все будете делать. Вижу, 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 сейчас я посмотрю, вот, так, чтобы я вас тоже могла видеть, как вы делаете, если что, поправлять вас, вот, все, отлично, да-да-да, всем привет, отлично. Пару слов скажу о фигурном катании. Это сложно-кордиционный вид спорта, это значит, что, конечно, с координацией нужно будет поработать, и чтобы это все было хорошо и комфортно, и удобно вам, мы сегодня тоже по этому поводу сделаем очень смешное и интересное упражнение. Вот, а также такой разносторонний вид спорта, то есть вам нужна и растяжка, и пластика, и сила, и выносливость, это тоже всеми разными упражнениями тренируется. Вот, но что очень-очень важно, перед каждым занятием спортом вам обязательно нужно делать разминку. Вы тогда будете избегать травм, да, мышцы разогреются, чтобы все было в порядке, и спортом было бы комфортно заниматься. Я думаю, долго разговаривать не будем, все уже встали, все готовы. Сейчас я посмотрю еще разочек на вас коврик. Коврик, на самом деле, нам сначала не понадобится, вот, если что, скажи. Так, хорошо, вижу, вижу. Периодически я буду подходить, и вас перематывать у меня, почему-то только по три видео. Так, вот, меня видно, вот так вот видно, все, собрались, встали, вижу. Начнем разминку с головы. Да, все очень просто, разминка у всех практически стандартная. Давайте, можно руки на бока поставить, и делаем повороты головой вниз, направо, налево, направо, налево. Обязательно следим за вашими ощущениями. Никаких резких болевых ощущений не должно быть. Приятные ощущения растяжки, разминки может присутствовать. Так, можешь делать в 8-10 раз, кому как комфортнее, но лучше чуть больше, чем меньше. Так, хорошо, давай теперь вперед и назад. Вперед потянулись, назад. Я сама только встала практически. Вместе с вами провожу разминку. Еще, еще нужно хорошо. разогреть все наши мышцы, шеи. Так, теперь поворачиваем и смотрим. Налево, направо, налево, направо. Делайте, старайтесь на максимальную амплитуду. Отлично, еще чуть-чуть. Ага. Так, а теперь делаем половину круга вперед. Назад мы голову не запрогидываем. И раз, подбородком прям постарайтесь коснуться до груди. Вниз, прокрутили. Вот. Угу. Я уже чувствую, как у меня все разогреваются. Надеюсь, у вас такие же ощущения. Так, и просто аккуратно запрокидываем голову назад и держим в таком положении. Аккуратно тянем шею. Так, отлично. Отпускаем, поднимаем. И можно побыстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Теперь смотрите, плечи кем? Только плечи. Вперед. Они прям должны сложиться у вас вот сюда. Вперед. И назад. Сводим лопатки. Сводим, сводим лопатки. Потом вперед плечи. Сводим вот здесь, прям ниточкой завязали. И назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. В основном это должны быть плечи, не руки. Да? Ой, какая кошка замечательная. Давайте и поактивнее. И раз, два, три, четыре. Максимальные амплитуды не забывайте. Разогреваемся. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Теперь круговые движения также. Спереди наверх, назад, вниз. Спереди наверх, назад, вниз. Только плечами крутим, стараемся. Руки у нас особо ничего не делают, а плечи прям разминаются круговыми движениями. И в обратную сторону. Сзади, наверх, вперед, вниз. Сзади, наверх, вперед, вниз. Круговыми движениями разминаемся. Именно плечи. Так, все. Отлично, отлично сделали. Теперь руки. Так, сейчас я встану, чтобы мне было видно. Просто майки из стороны в сторону руками. Вперед, назад, вперед, назад. Просто разогреваем руки. Так, аккуратно. Главное, да, нигде вам там не удариться, у кого мало места. Вот, но чтобы хорошая амплитута, конечно, была. Еще и еще разогреваемся. Вообще, самое лучшее движение для разогрева. Чтобы за несколько секунд разогреться, помахали руками. И пошли. Так, отлично. Теперь давайте снизу наверх. Вот так. Вот так. Сверху руки можем скрещивать, но локти особо не сгибаем. Сзади головы их немножко можно скрестить. Да, вот так. Отлично. Так, теперь давайте круговые движения. Давайте назад начнем, да. Раз, два, три. Там взлетаем. Семь, восемь. Еще. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Активнее. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Сейчас мы тут все с вами взлетим. Еще раз. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь упражнение на координацию как раз. Руки поднимаем наверх. Одна рука идет вперед, вращение делает, другая назад. Как это выглядит? Вот так. Оп. 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 Так, вижу уже у кого-то там получается. Это здорово. Еще делаем. Можно начинать сверху. Прям одна идет вперед, другая вниз. И они снова сходятся наверху. Одна вперед, другая назад. И сводится наверху. Теперь запомнили, в какую сторону вы делали? Теперь делаем другими руками. Оп. Оп. И так же крутим в разные стороны. Сходиться должны наверху. А оборот наверх. А оборот наверх. Ага. Можно делать помедленнее. Потом разогнаться, чтобы было побыстрее. Отлично. Все. Хорошо. Давайте дальше. Переходим чуть ниже. Погнемся немножко. Вбок. Одну руку ставим на бедро примерно где-то. Да. А второй прям пальчиками тянемся, тянемся к стенке. Что у вас там? Шкаф рядом. Прям растягиваем хорошо. Боковые мышцы. Тянемся, тянемся, тянемся в другую сторону. То же самое. Тянемся хорошенько, тянемся. Смотрите, здесь мысль не опуститься вниз сюда, да. А именно на растяжку пальчиками свободной руки тянутся в сторону. Не вниз, а в сторону. Тогда вы почувствуете, как у вас эти мышцы боковые растягиваются. И еще раз в другую. Тянемся, тянемся. Хорошо. Пальчиками к стенке тянемся, не к полу. И еще раз в другую. Так, ну естественно, не забываем дышать каждый раз, да. Если кому-то нужно попить, отошли, попили. Тоже ничего страшного, это важно. Так. Теперь тянемся друг к другу. Вот так встали. Можно поширенуть. Кому тяжело, можно чуть-чуть присаднуть колени. Но тянемся друг к другу. Вперед. Тянемся, тянемся. Делаем вдох и на выдохе опускаемся в земли. И поднимаемся гордым в спинку, поднимаемся спокойно. Еще раз. Тянемся друг к другу. Тянемся. Потом делаем вдох, опускаемся вниз и гордым в спинку. Аккуратно поднимаемся, вырастаем наверх. Все, отлично. Так, теперь я встану, чтобы показать. На поясницу ставим ручки и аккуратно, медленно наклоняемся спиной назад. Насколько возможно, аккуратно, опять же, без резких болевых ощущений. Чуть-чуть потянем спинку. Молодцы. Хорошо вижу. Так, отлично. Теперь давайте круговыми движениями корпуса. Оп. Вперед. Делаем. Супер. И в другую сторону. Оп. Отлично. Оп. Супер, встали. Так, теперь смотрите, потянем задние вот эти вот мышцы. Сейчас покажу, каким образом. Значит, также широко ставим ноги. Корпус наклоняемся. Я надеюсь, что меня будет слышно. Наклоняем корпус и тянем живот к бедру ноги. Таким образом. Вот так. Да, то есть здесь не нос нужно прижимать. Ну, нос, конечно, в конце тоже. Но здесь важно, чтобы именно животом вы складывались к ноге. Тянемся. Руками можно щеклотку обхватить. Тянемся, тянемся, тянемся к ноге. Кстати, я посмотрю, как вы тянетесь. Вы пока тянетесь. Молодцы. О-о-о. Замечательно. Замечательно. И переводим корпус на другую ногу. Тянемся теперь к другой ноге. Кому тяжело, есть болевые ощущения, можно встать, тряхнуть ножками и еще раз наклониться. Тянемся. Молодцы. Ну, здорово. Какие у нас атлеты замечательные сегодня. Так. Подняли корпус. И так же, ну, ноги чуть шире плеч. И теперь ладошками стараемся просто по прямой вот так коснуться пола. Кому легко, делаем вот так вот и касаемся локтями. Значит, смотрите. Видите, мне, ну, мне прям легко. Да, кому нет, вот, локти я сгибаю и стараюсь локтями достать до пола. Либо ладошками, кому легко, локтями. Тянемся, я посмотрю, давайте. Хорошо, хорошо, отлично. Замечательно. Ну, вообще, практически все локтями пытаются достать. Молодцы, молодцы. Все, отлично, поднялись. Стряхнули ножками немножко, потому что у нас, конечно, растянулись сзади. Да. Мышцы. Так, переходим к бедрам. Так же ставим руки на пояс и пошли качать бедрами вправо-влево. Оп. Стараемся, конечно, это делать исключительно бедрами, да. И всем корпусом куда-то уходить, а именно бедрами. Раз, два, четыре, пять. Активнее, веселее. Смотрите, опять же, мы не корпусом делаем из стороны в стороны, а корпус стоит ровно, и мы только бедро уводим в сторону. Раз, два, три, четыре. Отлично. О, она замечает. Ну, бедрами у нас все хорошо получается. Давайте, теперь можно чуть колени присогнуть, и бедра уходят максимально вперед и максимально назад. Опять же, только бедра, корпус стоит, никуда не двигается. Оп. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Еще, еще. Отлично. Как можно, смотрите, как можно, прям вот эту вот спинку выгибаем, и попу назад. Как можно вперед бедра. Сейчас руки подниму, вот. Назад, вперед. Вот, качаем бедра. Видите, корпус у меня ничего не делает, и ноги тоже. Отлично. Так, хорошо. Давайте теперь пойдем по кругу, но точками. То есть, не круговыми мягкими движениями, до этого мы тоже дойдем. Значит, вперед, в сторону, назад, в сторону. 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 В другую сторону. Вперед, в сторону, назад, в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Ну, просто все ломбаду танцуем. Отлично. А вот теперь круговыми движениями, мягкими. Раз, два. Корпус стараемся держать на месте. Только бедрами. Отлично. Только бедрами. И в другую сторону. Отлично. 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 Замечательно. Мы все практически размяли. Так. Теперь опять же такое коррадиционное движение, но здесь уже к танцам относящиеся. Мы сделали по кругу с вами. А давайте попробуем бедра сделать восьмеркой. Что это значит? По косточкам буду рассказывать. Одна идет вперед. 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 Такая восьмерочка. Раз, восьмерочка. Раз. То есть косточки передние. Вперед делают круг. Вперед левая делает круг назад. Вперед. Назад. И вот так вот восьмерочкой. Восьмерочкой. Ну, почти. Давайте делать. Я посмотрю, как у кого получается. Ну, в бальной танце всех точно можно отдавать. Отлично. Получается. Медрами крутить. О, отлично. 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 Замечательно. Я очень рада все это видеть. Дальше. Хорошо. Переходим на ноги. Встаем. Ой, садимся. Вот такую растяжечку, да. Можно сидеть. Можно чуть-чуть аккуратно покачаться. Здесь, опять же, важно, чтобы не было никаких резких болевых ощущений. Растягиваемся. Переходим на другую ногу. Сейчас подальше. Пойду. Пятка опорной ноги должна стоять. Обязательно. Свободная нога может так вот быть на пятке, может так, и это без разницы. Главное, чтобы пятка опорной ноги стояла. Еще раз делать перекат. И пошли из стороны в сторону. И раз, два, как Человек-паук прям. Три, четыре, хорошо, шесть, семь. Отлично. Остаемся на первой ноге и разворачиваемся, чтобы колено обязательно смотрело. Колено. Сейчас покажу вам. Колено опорной ноги должна смотреть точно, куда смотрит мысок опорный. То есть, видите, ни направо, ни внутрь, никуда. Четко, прямо. И можно покачаться. Задняя нога не обязательно должна как-то стоять мыском. Можно ее положить, спокойно положить. Главное, чтобы колено опорной ноги смотрело прямо. Отлично. Покачали немножко, порастянулись. Вернулись в исходное положение. Перешли на другую ногу. И так же поворачиваемся. Сейчас я вам покажу опять же, что колено. Вот видите, мысок смотрят прямо и колено смотрят четко прямо. Следите за этим, это очень-очень важно. Покачались, растянулись. Отлично. Встаем. Медленно, аккуратно опять же. Встряхнули чуть ногами. И переходим к разминке стоп. Крутим свою стопу вокруг. Круговую стопу круговыми движениями. Направо, налево. Как вам комфортно. Можете чаще менять направление, да? В общем, точно 10-15 раз в одну нужно сделать. 10-15 раз в другую. Делаем против. Так, делайте, я пока посмотрю. Стоп. Так, хорошо. Так, окей. Отлично. Другой ногой. Хорошо. Разминаем стоп. И сегодня нам они очень здорово пригодятся. Именно в хорошей физической форме. Разогретой. В другую сторону можно делать. Сейчас посмотрим. Так, у меня теперь к вам важный вопрос. Друзья, давайте поближе подойду. Вы скажете, махнете, напишете. Я вижу, что 95-99% из вас занимаются бытиком. Есть ли у кого-то кроссовки и возможность их надеть? Потому что мы будем прыгать. Все-таки фигурное катание связано с прыжками. И сегодня будут моменты прыжков. Может быть, кто-то из вас может надеть кроссовки? Скажите, пожалуйста. Мы подождем. Не волнуйтесь. Нету кроссовок пока. Кто-то побежал за кроссовками, вижу. Так, смотрите, кто без кроссовок. Вы также можете с нами выполнять упражнения. Да, кто-то там поднимает руку. Девочки, напишите. Либо что. Там у нас есть администратор, который читает. Возможно, мне передадут. Что вы пишете? Кстати, больше не вижу пока никого. Так. Сейчас вот у нас такая небольшая заминочка. Пока все надевают кроссовки. Супер, вижу. Есть. Ну, я рада, рада, рада. Так вот, у кого нет кроссовок, не волнуйтесь, тоже будете делать с нами упражнения. Просто... Ага. Ух ты. Так, хорошо. Мне сказали, что чат отключили по техническим причинам. Да, ну, в общем, аккуратнее. Да, берегите свои стопы. Всегда приземление должно проходить. Значит, толкаетесь, поднимая пятку и отталкиваясь мышком. И точно так же приходить на пол. На мышок, заканчивая пяткой. Вот так вот мы с небухаем. Сейчас покажу, опять же, да. Вот, смотрите, обязательно прыжок. Сейчас, я замедленно мне покажу, да. Но всегда толкаемся. Пятку отрываем, мысок. Приходим на мысок и ставим пятку. И потом обязательно... Ах... Чуть, так скажем, призгибаем колени, чтобы не было... Вот такого не было, да. То есть, опять же, прыжок, сели. Прыжок, сели. Ага. Так, ну мы до этого еще дойдем. Давайте сначала... Я по плану. Фигурное катание – это, соответственно, много на баланс. Как можно на тонких железках устоять на скользком льду, да. Нужно балансировать и чувствовать свое тело. Наверняка вы все знаете про ласточки, да. Какие-то вот элементы фигурного катания. Давайте с этого, наверное, и начнем. Давайте попробуем, что у нас с балансом. Просто сделать сапельку. Я посмотрю на вас. Стоим на двух ногах. Руки можно поставить в сторону. Так вы удержите себе баланс. И поднимаем одну ногу. Стоим на одной ноге. Так. Есть. Вижу, вижу. Держимся, держимся. Не шатаемся. Держимся, я посмотрю, кто как делает. Так. Отлично. Ну все. Понятно. С балансом все нормально. Хорошо. Тогда давайте мы делаем ласточку. Руки в стороны. Так. Ногу отводим назад на мысок. Ногу назад на мысок ставим. Смотрите, вот так. Назад на мысок просто ставим. И ее поднимаем. А корпус немножко уходит вперед. Видите? Сейчас. Оп. Ногу поднимаем вперед. И стоим. Опорная нога. Прямая. На колене. Коленку не сгибаем. Нога задняя повыше. Отличные самолеты. Планируем. Супер. Ох, как здорово. И опускаем. И меняем ногу. Теперь стоим на другой ноге. Так же. Руки в стороны. Ногу на мысок. И поднимаем. Ловим баланс. Красиво. Красиво. Плечики держим. Опускаем вниз. Вот этого не надо. Это уже как-то не ласточка. А ворона получается. Да? Руками держимся. Ногу сзади. Разворачиваем колени. Дотягиваем. Вытягиваем. Ваш мысок должен смотреть в небо. Так что разворачиваем. Угу. Отлично. Красивые ласточки какие, а? Супер. Так, еще держим баланс. Держим, 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 держим. Так, есть. Все. Молодцы. С ласточками справились. Так, баланс. Хорошо. Давайте теперь попробуем сделать. Я просто вижу, что вы, у вас прям хорошая спортивная форма, поэтому буду усложнять упражнение, которое даже не планировала с нами делать. Так что, баланс. Поднимаем ногу. Беремся за мысок. И что мы делаем с ним? Флажок. Хорошо. Держим баланс. Утёп. Вот у меня ни один мужский мускул, мне кажется, не шевелится, потому что это мое профессиональное, спортивное. Будете часто делать, тоже так же будет получаться. Так, вижу. Настя, Милана, София. Класс. Ленин, да вот все. Ох, кто-то даже за пятку делает. Ну, шикарно. Ох, кто-то в шпагат пошел. Анастейша. У нас молодцы. Так, отлично. И с другой ноги давайте тогда. Ладно, я сейчас тоже тогда повыпендрю и тоже что-нибудь подниму. Куда-нибудь шпагат. Оп, оп. Давайте, давайте. Тоже, видите, я еще тоже кое-что могу. Давайте, и с другой ноги. Кому сложно, за мысочек и стараемся вытянуть в флажок. Кому полегче, за пяточку с наружной стороны вытягиваем. А кому сложно держать баланс, можете подержаться за шкаф, на стенку. Да, главное, все равно сейчас постараться и на растяжку тоже вытянуть ногу. Вытянули, поймали баланс, отпустили руку. Да, вот как-то таким образом стараемся найти свой баланс. Так, отлично. Все, хорошо, все сделали. Все замечательно, отлично. Сейчас там даже маленькие. Все, прибрайте к нам, присоединяйтесь. Хорошо, давайте. Теперь с каждого прыжка есть у нас выезд. Правильно? Делается прыжок и выезжается. Опять же, сделается заезд, прыгается и выезжает, и делается выезд. На этом выезде, чтобы четко всегда выезжать, нужно, ну, чтобы просто никто вас не смог сбить, ни ветер, ни кто-то проходящий мимо, никто. Все, поэтому сейчас очень долго будем на нем стоять. 30 секунд, давайте так, где-то примерно буду засекать. Значит, как ласточка, только пониже практически. Сейчас я вам покажу. Руки в сторону. Руки в сторону. Выезд у нас делается на правой ноге. Встаем на правую ногу, левую отводим на мысок назад, присаживаемся на опорном колене, заднюю ногу поднимаем, ну, примерно 45 градусов. Не высоко, это уже не ласточка. Руки держим, заднюю ногу разворачиваем, смотрите. Стопа у меня, видите, у меня мысок, опорной ноги, свободной ноги смотрит наверх. У вас очень у многих вот так повернута. Разворачиваем бедро и мысочком смотрим наверх. Стоим, стоим, обязательно, все, стоим. Встали как скопанные. Держим баланс. Это сложно. Это мышцы сейчас будут гореть, а мы терпим и стоим. Представляете, 4 минуты катаете, у вас идет тройной прыжок в конце программы, вы должны из него выезжать. Держим, держим. Дайте, я посмотрю, как кто держит. Отлично. Так, ноги задние дотянули, развернули. Обязательно. Хорошо, хорошо. Дотянуты колени, дотянуты. Не смотрим вниз. Смотрим вперед. Вообще, смотрим в сторону. Вот за правой рукой. Вот ваш выезд. Хорошо. Отлично. Заднюю ногу развернули. Мысок смотрит наверх. Отлично. Супер. Так, все, выезд есть. Отлично. Так, дальше. Смотрите, попрыгаем все-таки. Опять же, у кого нет кроссовок, аккуратно. Переземление смягчаем. А так? Тогда. И просто прыгаем наверх, как можно выше. Как? Присаживаемся, выпрыгиваем, присаживаемся вниз и сразу отталкиваемся дальше. И раз, два. Работаем руками. Да, стопы вместе. Руками. Помогаем себе взлететь. Помогаем прям. Поднимаем себя. Поднимаем и отталкиваемся. Так. Хорошо. Есть. Вижу. Так, ну все даже стопами правильно работают. Отлично. Смотрите, выдыхаем. Секунду. Перерыв. Перерыв. Отлично. Все молодцы. Все даже с кошкой делают. Отлично. Это уже вам в парное катание нужно сразу. Вот. Здесь важный момент. Мы прыгаем и как можно быстрее отрываемся от пола. То есть не раз, отрыв, раз, отрыв, а и раз, и два. Вот такой прыжок должен быть. То есть вы как только приземлились, сразу стопы работают на взрыв. Приземлились, сразу прыгнули. Вот здесь это очень важно. То есть не плюхаться, а именно отпрыгивать. Как мячики. Бам. Бам. Выдохнули. Давайте еще раз повторим прыжочки. Это важно. Вместе со мной будем делать. Готовы? И пошли. Бам. Наверх. 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 Отпрыгиваем. Отпрыгиваем. Наверх. И раз, два, три, четыре. Трещи. Трещи. Выше. Помогаем руками. Руки не вперед-назад идут, а вперед. 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 Отлично. Хорошо. Все. Супер. Супер, 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 супер. Выдыхаем. Кто хочет, может пойти попить водичку. И я выдохну тоже немножко. Сейчас мы будем делать уже практически такие, скажем, элементы фигурного катания. Мы с вами сделали выезд. Правильно? И попрыгали. Сейчас как раз попью тоже. Сейчас будем это все дело совмещать. То есть мы будем делать прыжок наверх, но при этом приземляться на одну ногу, на выезд и удерживаться в этом положении. Сейчас я продемонстрирую, как это выглядит. Так, здесь у нас будет один прыжок. Потом будем встать заново. Значит, мы прыгаем и приземляемся в выезд. Примерно так. И раз. Застыли. Встали. И раз. На выезд. Застыли. Встали. Здесь важно при приземлении поймать этот баланс, который мы с вами держали 30 секунд. А можно, покажется, на первое время не так высоко подпрыгивать, чтобы было проще поймать баланс. Легко подпрыгнули, встали на ногу, поймали баланс. И прыжок, выезд. Прыжок, выезд. Пошли. Сзади ногу держим, разворачиваем, дотягиваем колено. Выезд. Замерли. Прыжок. Замерли. Давайте я на вас посмотрю. Раз. Хорошо. Сзади ногу разворачиваем. Хорошо. Опорное колено согнуто. Смотрите, очень многие, вижу, прыгают и приходят на опорную ногу прямую. Прыгаем, сгибаем, так проще поймать баланс. И нужно обязательно самортизировать коленом. Прыжок, выезд. Прыжок, выезд. Сгибаем опорное колено. Лилиана, сгибаем опорное колено при приземлении. Согнула. Приземляйте на одну ногу. Смотри. Прыгаешь. Приземля... Смотри. Лилиана, ты меня видишь, слышишь? Помаши мне. Если ты меня слышишь, Лилиана. Читаю внизу. Кто-то из вас делает вот так, смотрите. Вы прыгаете, приходите на две ноги, потом отрываете. Смысл прийти сразу на одну ногу. Так, хорошо. Уже лучше. Но при этом приходишь и вот так выпрямляешься. Сгибай, смотри. Сгибай, сгибай ногу. Согнула опорную ногу. Согни. Присядь на опорной ноге. Нет, согни. Согни. Сядь, 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 сядь. Низ, низ. Нет, на правой. Стоишь на правой ноге. Стань параллельно со мной. Вставай. На правой ноге. Где у тебя правая нога? Правая нога. Вставай на одну правую ногу. Мне кажется, у нас что-то зависло. Ладно. У нас выезд на правой ноге. Правая нога. Девочки, покажите, пожалуйста, себе правую ногу. И мальчики. Где у нас правая нога? Молодцы. Молодцы. Правая нога. Отлично. Вижу правую ногу у всех. Ладно. И... Ладно. Все. Супер. Попрыгали. Теперь усложняем. Все. Все. Здесь очень аккуратно. Посмотрите, что у вас хватило места, вы друг друга не убили, кто там вдвоем занимается. Это очень сложное будет упражнение. Так. Называется туры в полоборота. То есть я вам сейчас покажу. Стоим. С этим прыжком, как мы с вами делали, с двух ног на две ноги. Мы поворачиваемся на полоборота. Как это выглядит? Все посмотрите сначала, как это выглядит. Левую руку мы ставим вперед. Правую руку мы ставим, ну, как бы в сторону, потом назад. Присаживаемся, отводим. И прыгаем, поворачиваемся. И руки меняем. То есть если изначально у меня была левая рука впереди, то после прыжка у меня вышла вперед. Правая рука. Всегда первая рука в ту, в которую сторону вы начинаете прыгать. Левая рука влево прыгаем. Правая рука в правую сторону прыгаем. Давайте попробуем. Присаживаемся, прыгаем. Присаживаемся, извини, пожалуйста. Руки в другие стороны. Смотри. Ты стоишь левой впереди и ты, значит, налево будешь поворачивать. Левую поставь вперед. Левую руку вперед. Значит, куда? Налево ты будешь прыгать. К шкафу. Нет. Налево. Лево. Где у тебя лево? Вот. И туда поворот делаешь. Делай поворот налево. Вот. Вот. Теперь у тебя правая рука впереди. И делаешь направо. Направо. Где у тебя право? Разворот. Вот. Туда. К шкафу. К шкафу. К той дальней стены. Не к телефону, а к шкафу. Вот. Правая рука впереди. Делаешь. От телефона. Отворачивайся от меня. Да. Вот в эту сторону прыгай. Сообрази. Правая рука впереди. Право. Но право. Где право? Правая рука впереди. Встань еще раз. Правая. Вот. К руке поворачивайся. К руке. Направо. Вот туда. Все правильно. Да. Вот так. Хорошо. Так. Так. Вижу. Отлично. Софья, сделай, пожалуйста. Я посмотрю. Он вот. Милана. Кто там под Миланой у нас еще девочки отлично делают. Софья, замечательно. Софья, ручки смотри. Чуть поближе, если что. Будешь делать? Они у тебя примерно здесь. Ты делаешь и прям поближе их. Груди и вместе их соединяй. Смотри еще раз. Вот ты делаешь. Вот так. Вот так делаешь. А ты вот так сделай. Прям обними себя вот этими руками. И скрестно. Вот. Вот это да. Так. Коршакевич, Софья, отлично делает. Только почему-то все в одну сторону, а в другую. Ну. Аккуратно. Вот. Супер. Так. Хорошо. Так. Смотри. Анастейша у меня. Айфон черненький. Да. Вот ты. Смотри. Очень сильно садишься и раздвигаешь ноги. И делаешь вот так примерно. У тебя ноги должны на ширине плеч быть. Сейчас тебе вот так скажу. На ширине плеч. Спокойно садишься. Не наклоняешься никуда ни вперед ни назад. Просто сгибаешь колени. И просто вытягиваешься наверх. И делаешь поворот. То есть смотри. И наверх. И наверх. Все. Все. Спокойно. Спина ровно. Ага. Примерно. Так. Смотри. Еще момент. Когда ты прыгнула и собираешься слева уходить. У тебя колени должны смотреть, куда смотрит стоп. По направлению. У тебя они чуть раздвигаются и смотрят в разные стороны. При этом стопы должны смотреть прямо. Тоже их нельзя так ставить. Они должны быть прямо параллельно к плечам. Смотреть прямо. Все. И колени тоже. Попробую еще раз. Смотрю. Вот. 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 Уже лучше. Хорошо. И руки хорошо работают. Отлично. Уже можешь повыше делать. Есть возможность. Так. Лилиана. Покажи, пожалуйста. Ну. Колесо у тебя отлично получается. Туда обратно. Так. Я до всех дошла. Анастасия. Аккуратно. Отлично. Анастасия. Вижу. Синяи кофточки. У вас здесь просто много. Насть, видимо. И сзади тебя тоже. Девочка хорошо делает. А в другую сторону. Настя, покажи в другую сторону. Вот. Давай, давай. Аккуратно держи. Очень, очень шатается корпус. Ничего особенного делать не надо. Садишься. И просто выпрыгиваешь наверх. А руками помогаешь. Ты же себе всем корпусом помогаешь. Вот так. Просто подсела. Ты же в одну сторону хорошо делаешь. Все. Ты сделал раз. И теперь в другую сторону. То же самое. Ничего лишнего. Отлично. Так. Хорошо. Все. Так. Друзья, ну мы как бы с вами уже вот все здорово так сделали. Устали? Ничего? Так. Где у нас администратор группы Екатерина? По-видимому. Школа чемпионов. Кто-нибудь отзовитесь мне, пожалуйста. Администратор и... Они там уже делали туры. Там кто... У кого хорошо получается, тот оборот делал. Вы. Так сделал. Асами. Сложно. Так, ладно. Хорошо. Пока администраторы не отвечают. К сожалению, мне никто. Ай, сейчас я до вас снова намотаю. Я вижу, у кого-то очень хорошо получается вот прям оборот. Вот. Поэтому давайте теперь его попробуем сделать на выезд. Что это значит? Сейчас я попробую. То есть мы делаем уже здесь только в правую, в левую сторону. Делаем целый оборот. Подсаживаемся. Делаем прыжки оборот. И приземляемся на одну ногу ввысь. Как мы с вами делали? Прыжок ввысь. Прыжок ввысь. То же самое, только теперь вместе с оборотом. Садимся спокойно, да? Правую. Левая рука впереди. Правую отводим при приседании назад. Прыгаем наверх. И приходим на выезд. Стараемся удержать этот выезд. Руки работают к груди. Аккуратно. Не убиваемся. Вот. Хорошо. Вижу, вижу. Еще раз. Смотрите. Технику. Смотрите аккуратно. Девчонки, смотрите еще, пожалуйста. Секунду мне уделите. Показала. Подсаживаемся. Стопы прямо. Колени смотрят вперед. Делаем присед. Правую руку отводим. Медленно показываем. Мы подпрыгиваем. И руки собираем скрестно вот сюда, к груди. Близко-близко. Руки будут здесь, может разнести. Руки будут здесь, можете не докрутить. Руки вот здесь скрестно. И нога уходит при прыжке вот сюда. И вот сюда она уходит скрестно. Потом уходит на выезд. Смотрите еще раз, как это выглядит. И вот сделала. Пробуем. Так. Делаем. Рука левая впереди. И делаем поворот на лево. Левая рука впереди. Левая рука впереди. Девочки, где? Вот. Молодцы. Милана. Да, вот я не знаю, кто из вас Милана. Вот. Левая рука впереди. Вот. Хорошо. Так. Дальше посмотрю. Левая рука впереди. Прыгаем аккуратно. Супер. София вижу. Анастасия смотрю. Давай, аккуратненько. Хорошо. Дальше. Так. Кто у нас дальше? А где-то Анастасия была уже. Видимо, нету. Не вижу. Сейчас еще раз промотаем, может быть, увижу. Так. Хорошо. Ладно. Все сегодня большие молодцы. Мне сегодня очень было приятно с вами проводить этот урок. Я надеюсь, что вам тоже было весело. Вот. Сейчас я хочу понять от администраторов, в итоге будет ли у нас вопрос-ответ, смогли ли они починить чат. Если, опять же, кто-то мне ответит. Я даже не знаю, что делать в такой ситуации, к сожалению. Будем ждать, пока кто-то подключится. Так, дайте еще на вас прекрасную девочку. Прошу прощения. У меня действительно были небольшие неполадки. Извините, меня, к сожалению, в зуме выкинуло из нашей конференции. Но сейчас я к вам снова присоединилась. Екатерина, спасибо большое за такую очень активную тренировку. Я надеюсь, что дети сегодня узнали какие-то новые упражнения и узнали небольшие технические нюансы по их исполнению. Подскажите, пожалуйста, дети, вы смогли написать в чате у нас вопросы? Если нет, то сейчас, Екатерина, я так понимаю, что занятие закончилось у нас, да? Да. Да, и сейчас давайте таким образом поступим. Так как чат у нас непременно заблокирован, поднимайте руку, кто хочет ответить, задать вопрос. И мы вас подключим, вам звук сделаем, и вы зададите свой вопрос. Вот я вижу, уже ручки тянутся. Сейчас мы вас подключим. София. Да, Софию подключаем. Привет, София. В сколько лет вы начали первый раз заниматься фигурным катанием? Во сколько лет, я правильно услышала? Да. Да, мне было 4 года. Вот такая вот маленькая я была. Сейчас, конечно, у нас спорт молодеет. Сейчас уже олимпийский чемпион становится 15-16 лет. Поэтому родители считают, что как можно раньше детей отдавать спорт. И я знаю вот случаи, когда даже в 2,5 года отдают детей фигурное катание. Для меня это такой некий спорный вариант, потому что все равно в 2,5 года у ребенка не так хорошо формируются кости, связки, и можно получить травмы, да, там, и какие-то проблемы со здоровьем в дальнейшем. Но все равно это зависит от детей, если ребенок гиперактивный и уже чем-то занимался, и спортивной гимнастикой, и плаванием, вполне возможно, что у него все хорошо уже сформировалось. Вот, поэтому также знаю случаи, как вот, к примеру, наш прославленный олимпийский, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, он стал на каких-то 7 лет. То есть, да, это достаточно поздно по вообще общепринятым, скажем, меркам таким, вот, но тем не менее, смотри, каких результатов достиг. Вот. Хорошо. София, большое спасибо тебе за вопрос. Кто еще хотел бы задать вопрос Екатерине? И давайте так договоримся, попробуем задать самые интересные вопросы, которые Екатерине, вот представляете, какая она прославленная чемпионка, сколько раз она давала комментарии различные, интервью. Давайте попробуем задать такие вопросы, на которые Екатерина еще не отвечала, чтобы ей самой было интересно. Договорились? Кто готов? Не, ну так-то мне на любые вопросы интересно отвечать, тем более хочется, чтобы... Да. Занимать. Так. Давай, говори уже, говори. Это, я хотела спросить, а сколько лет вы занимаетесь фигурным катанием? Так, кто-то сейчас задает вопрос, скажите. Да, Милана задала вопрос, сколько лет всего, Екатерина, вы занимаетесь коньками, фигурным катанием? Так, ну смотри, это чисто математика, я стала на коньки 4 года, сейчас мне 31, соответственно, я занимаюсь уже 20, дофига лет. О, 27, но в общем, если именно профессионально считать, да, то последний раз я выступала на международных соревнованиях 28 лет, то есть это были Олимпийские игры в Корее, это мой был заключительный старт именно профессионального спорта. Но, естественно, с фигурным катанием не так просто расстаться, я также выступаю в шоу различных, да, в передаче «Ледниковый период», это также все равно связано с фигурным катанием, даю мастер-классы, и я все равно считаю, что я продолжаю заниматься этим видом спорта по сей день, поэтому считаю уже 27 лет. Круто. Круто. Так, там вот я еще вижу Анастасия тянет руку, тоже очень активно. А ломали ли вы что-нибудь в себе во время выступления? У нас, к сожалению, Анастасия, вам нужно выключить звук у одного хотя бы телефона, если у него два. Так, сейчас у меня, видно, кто-то с антези стало. То есть это помехи, мы вас не слышим. Еще раз, повтори, пожалуйста. Ломали ли вы себе что-нибудь во время выступления? Ломала? Так, нет, мне, кстати, Бог отвел, слава Богу. Нет, таких травм не было, никогда ничего не ломала, но были травмы. Вот у меня здесь подбородочек, шрамчик. Это я так падала на подбородок, рассекала, что мне зашивали. Значит, на ноге у меня шрам, я себе не только ногу разрезала, но и мышцу. Это как бы такое более неприятное. Что еще раз? Понятно. Вот, то есть ноги вот как бы не ломала. Резала много, но, к счастью, не ломала. Но я, если честно, очень мало фигуристов знаю, так сейчас и не вспомню, кто у нас так ломал. Потому что все равно у нас с самого детства учат правильно падать, чтобы, опять же, не выворачивать, себе ничего не ломать, ни ноги, ни руки. Вот, и все равно же мы начинаем с маленьких прыжков, перекидные, вращения, они не очень сложные элементы, их практически невозможно ничего сломать. А когда уже с опытом мы начинаем более сложные элементы делать, тройные, четверные, у нас уже такой опыт за плечами, что уже очень сложно нам как-то не так упасть, чтобы что-то себе, не дай Бог, поломать. Вот. Спасибо. Ну, я на правах организатора нашего сегодняшнего мастер-класса хотела бы задать тоже вопрос Екатерине. Екатерина, а вот что вы считаете самым таким правильным качеством для спортсмена? Какими он качествами должен обладать, чтобы завоевать олимпийскую награду? Ой, давайте тогда, наверное, по порядку. Ну, опять же, относительно моего опыта, да, то есть в первую очередь, конечно, любить свое дело, да, то есть все равно, чтобы тебе нравилось кататься, чтобы ты получал от этого удовольствие, потому что если там тебя кто-то заставляет это делать, да, или там ты ради чего-то делаешь, но тебе это не нравится, вряд ли что-то получится, потому что тебе, конечно, хочется каждый раз нужно бежать на тренировку с восторгом. Понятно, бывают и сложные дни, очень непростые, плохое настроение, погода не та, и ретрогранный Меркурий не важно, да, но, тем не менее, если ты, в общем, это дело любишь, и тебе нравится кататься, то это уже практически половина успеха. Соответственно, терпение, да, потому что, опять же, бывают плохие дни, вот это нужно всегда переживать, что сегодня плохо, завтра лучше, послезавтра опять может плохо быть, послезавтра плохо, а потом все равно будет лучше, да, и вот это вот терпение, всегда дожидаться вот этого хорошего, улучшения, Это всегда непросто, потому что Никогда идеально не бывает Сразу никогда ничего не получается И нужно постоянно вот это трудолюбие Чтобы постоянно делать Из раза в раз 50, 150 тысяч раз Чтобы это наконец-то получилось Вот Так, и Ну, сейчас, мне кажется, еще Все остальное можно натренировать Здесь вот Любовь к спорту, либо она есть Либо ее нет, трудолюбие тоже Нужно заставлять тебя порой что-то делать Не хочу Ну, вот, наверное, первое, что пришло в голову Да, Екатерина, я полностью согласна Потому что у нас Хотя другой вид спорта Но все эти качества, которые Вы сейчас назвали Они присущи к любому виду спорта И к любому человеку Кто хочет заниматься профессионально спортом Бывают сложности Ребят Даже в тренировочном процессе Что-то не получается Опускаются руки Уже не хочется ничем заниматься Хочется быстрее домой сбежать От этих проблем и неудач Но Вы должны понимать Что завтра наступит новый день Когда у вас обязательно все получится Потому что сегодня Вы это только попробовали Да, не получилось Но надо еще пробовать И совершенно верно Это называется трудолюбие И, конечно же Я еще добавила бы к этому списку Спортивный азарт Когда ты завоевываешь Какую-то маленькую награду А тебе хочется потом Еще, 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 еще Я вот надеюсь, что у вас Вот этот спортивный азарт Он будет у вас всегда И вы достигнете Самых больших высот в спорте Потому что действительно Без труда Есть такая даже поговорка Не вынешь рыбку из пруда А большой спорт Это действительно Трудолюбие и любовь К этому виду спорта Которым ты занимаешься А поднимите руку Кто занимается спортом уже? Да, практически все занимаются Я надеюсь, что сегодня Действительно было полезно для вас Если есть какие-то вопросы Давайте еще Поднимайте ручку Задавайте Если есть вопрос Так Милана Я вижу Какой, по вашему мнению Самый сложный элемент Фигурного катания Отличный вопрос Да, очень хороший, кстати, вопрос Действительно Но смотри Опять же Для тех, кто не знает Повторюсь У нас в фигурном катании Четыре вида Фигурного катания Это одиночное женское Одиночное мужское Парное катание И танцы на льду И, конечно же Во всех видах Элементы разные По моему мнению Если начать С одиночного катания Конечно же Это Четверной лут Прыжок в 3,5 Это те самые Многооборотные Сложные прыжки Но это тоже зависит От спортсмена Потому что Кто-то признается Что прыжок в 3,5 оборота Который делается Единственный С переднего хода Вот Никак не получается Хотя четверные Очень легко даются Кому-то наоборот Четверные Все в артенале А вот 3,5 не получается Но это все зависит От многооборотных прыжков И сейчас Дороже всего Я бы так даже сказала По судейской оценке Стоит четверной лут Если мы берем Если мы берем парное катание То Мне кажется Технически Сложнее всего Это подкрутка Это тогда Когда партнер Держит партнершу за талию Подкидывает наверх Партнерша делает Многооборотный прыжок 3 Оборота 4 И ловит ее И ставит на лед То есть Есть выбросы Когда он выбрасывает партнершу Она там сама по себе крутится И приземляется сама А подкрут Это когда он выбрасывает И ее ловит То есть Технически Это очень сложный прыжок Но если брать танцы на льду То у нас такое Дорожки сложно делать Там много Элементов технических Сложно И у тебя ставится за Много количества элементов подряд То есть Не то, что ты сделал один элемент Отдохнул И снова сделал элемент Их там нужно делать подряд И вот эта связка Должна быть Очень сложной Ну и всеми любимые твидлы Это Так скажем Вращение Продвижение Если кто знает Вот это называется твидл Это тоже очень сложно сделать Ну по крайней мере Большинство срывов В танцах на льду Происходит именно на этом элементе Я надеюсь Что я ответила на вопрос Спасибо Так, еще У кого-нибудь вопрос Хорошо Есть ли у еще у кого-то вопросы У нас в ручке Так, София Анастасия есть А кто был вашим тренером? Так, ну давай по порядку Значит Сначала поставила меня на коньки Наталья Николаевна Титова Вот, мой тренер Она тренирует маленьких детей Потом я перешла К Жанне Федоровне Громовой Это тренер Который воспитал Нашу чемпионку Ирину Слуцкую У нее как раз каталось Не очень долго Потому что Это все еще Одиночное катание Начиналось Одиночное катание Потом Когда Вот Встал вопрос Переходить в танцы Я перешла в танцы И очень много лет Каталась У тандема Светлана Львовна Алексеева И Елены Кустаровой Это мама и дочка Которые тренируют Вместе И вот у них прям С 2000 С 2000 года Наверное По 12 То есть 12 лет я у них каталась После этого Я снова поменяла тренера И мой тренер стал Александр Жулин Ну конечно Он не единственный в группе Александр Жулин На тот момент Еще Олег Волков Был Там такая Большая группа Да у нас хореографы Сергей Петухов Акробат Дмитрионов Технический специалист Петр Дурнев Это все Одна большая группа Которые тренируют То есть у нас В группе Не один тренер Основной конечно Шеф Так скажем У нас был Александр Жулин Вот И вот еще Вся эта коллегия Тренеров Который помогал Потому что Чтобы получилась Хорошая качественная работа Каждый должен Заниматься Своим непосредственно Делом и специализациями Вот Ну и собственно Вот С Александром Жулин Добились Больших успехов Выиграли чемпионат Европы И олимпийские игры В Сочи Серебро В Кореи Бронзу чемпионаты мира То есть Вот Много Игорьев Мы именно С этим тренером Взяли Но Всем остальным Тренерам Каждому В отдельности Я тоже Благодарна А мы Благодарны Екатерине За такое Прекрасное Занятие Напомню Что Это занятие Проходило В рамках Проекта Школы чемпионов При поддержке Фонда Президентских Грантов И сегодня Я хочу Выразить Глубочайшее Уважение Так Екатерина У нас опять Куда-то пропала Такое тоже бывает На победу На Новые достижения И конечно же Вы дальше Будете продолжать Заниматься Спортом Возможно Так У меня Если честно Все пропали Звук пропал Какие-то Видим Помехи Со связью И Екатерина У нас По-видимому Тоже Где-то Выскочила Сейчас Я попробую Еще Найти Прошу прощения Опять у нас Небольшие Технические Неполадки Видео Моего Уже К сожалению Наверное Не будет Но Я могу Еще раз Благодарить Екатерину Боброву За тот Труд Который Она проявляла В достижении Своих Целей Я надеюсь Сейчас Она Немножко Зарядила Вас Позитивом И Предала Вам Частичку Упорства Которым Она владеет И Я надеюсь Что Для многих Какие-то упражнения Станут Ключевыми Для того Чтобы Выйти на новый уровень Свой Подготовки Попробовать Что-то новое И не бояться Самое главное Не бояться Потому что Бывают Трудности Бывают Проблемы Как сказала Уже Екатерина Но нужно С ними Уметь Справляться Не знаю Услышно меня Было Или нет Мы проводили Этот мастер-класс В рамках Проекта Школы чемпионов И при поддержке Фонда Президентских Грантов Еще раз Поблагодарю И давайте Все вместе Поаплодируем Екатерине За такой Прекрасный Мастер-класс Спасибо 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 большое Я хотела Добавить Что я тоже Безумно рада Что я сегодня Была с вами Вы все Большие молодцы На самом деле Я видела Как каждая из вас Старалась Это здорово Вижу Что не все Успели задать Свои вопросы Но хотела сказать Что если у вас Есть Да Социальная сеть Такая как Инстаграм Можете меня найти Собака Екатерина Боброва И там мне Директ написать Вопрос Я обязательно Вам отвечу Вот Ну Как на это время Обычно Это бывает Достаточно быстро Вот Всем тоже Желаю Всего самого Лучшего Берегите себя Здоровья вам И занимайтесь Спортом Так И у нас Опять куда-то Делась Администратор Так прекрасно Речь завершила Спасибо Екатерина Большое Вам За мастер-класс Все Всего Хорошего Здоровья С сегодняшнего утра На весь день Ура Пока